добрый день дорогие друзья сегодня у нас вообще очень интересная тема очень интересная тема и я бы хотела сегодня чтобы вы рассказывали тоже о себе о каких-то своих случаях или тех случаях которые вы наблюдали в своей жизни с которыми сталкивались потому что у меня столько рассказов и столько информации ну конечно в один вебинар это не уложится я прям могу рассказывать очень много потому что я работаю с этим люди обращаются ко мне именно вот с вопросом про мошенников или про тех людей которые каким-то образом пытаются воздействовать ну вот на наших клиентов на вас на меня на нас ну вообще на весь мир хороших порядочных людей и вот как одни люди заставляют подчиняться других людей и делают разного рода привязки подключки вот в местах в которых вы даже не ожидаете подвоха вот там где говорят о духовности обучают осознанность вот сегодня об этом с вами поговорим и вот я уже много лет наблюдаю как пытаются управлять людьми пытаются управлять людьми другие люди вот для того чтобы заработать для того чтобы управлять умами других людей потому что власть над людьми дает очень многим людям удовольствие от жизни вот даже имея очень много денег ну например олигархи да ну и живи ты и радуйся купайся в этих деньгах и покупай себе все вот радости этого мира нет то есть они рвутся во власть почему а потому что власть это подчинение или еще можно сказать вот так что это умение или способность подчинять своей воле волю других людей а с другой стороны со стороны подчиняющихся чужой воли это склонность к подчинению мы с вами вот недавно тестировали жертвенность то есть отдавать свою энергию отдавать свои силы отдавать свое счастье отдавать вообще все что есть в ущерб себе чтобы только меня полюбили чтобы только на меня обратили внимание и у многих это срезонировало почти у всех были программы жертвенности то есть это вот как раз подчиняющиеся именно желание и умение вот одних людей подчинять себе волю других и склонность других людей к подчинению рождает власть в зависимости от того в каких условиях живет человек как он воспитывается что в нем развивается вот либо господин и лидер либо слуга и раб если вам не нравится слово раб то его можно заменить подчиненный и если человек все время вот если человека все время подавлять унижать оскорблять ругать наказывать что очень часто делают родители применять к нему физическую силу заставлять его таким образом подчиняться родителям конечно очень удобно если ребенок вообще такой весь паинька и делает так как сказали не имея собственного мнения и своего голоса но потом они начинают почему-то требовать от детей чтобы они кем-то стали когда они убили в нем вообще все что можно было убить то есть заставляя вот таким образом подчиняться и тогда в нем в человеке начнет преобладать рабский инстинкт или инстинкт подчинения как вам больше нравится который будет побуждать этого человека к подчинению к служению другим людям служения фанатов себе создаем кумиров к преклонению перед ними и к страху перед более сильными личностями если же вселять в человека уверенность позволять ему чувствовать себя значимым сильным особенным не говоря уже о предоставлении ему возможности управлять другими людьми тогда в нем будет развиваться инстинкт доминирования инстинкт власти инстинкт лидера вожака вот так мы получаем лидеров и вожаков с одной стороны и слуг или подчиненных с другой стороны ко мне одно время шли молодые люди вот четыре молодых человека три парня одна девушка возрасте от 22 до 28 лет и все они задали вопрос умею ли я владеть методом нлп и какими методами вообще я могу влиять на людей я спросила их то есть каждого спросила они были у меня на сессии когда вот у меня был кабинет я оффлайн занималась до коронавируса я их спрашивала зачем вам вот нлп или там какие-то другие подчиняющие практики и они мне отвечали то есть смысл был такой что я хочу обучаться чтобы управлять людьми или управлять умами людей вести за собой людей стать лидером вот так они отвечали хотя эти ребята приходили в основном по наказу своих мам потому что у них были проблемы с проявлением себя с выражением себя или они запутались в жизни в отношениях то есть получается что вот четыре человека лидерами вовсе не были они были больше в позиции раба или в позиции подчиненного но хотели власти и хотели величие но даже не могли представить как они за счет своих качеств как они работая с собой могут подняться и повести за собой людей им казалось что нужно пользоваться какими-то эзотерическими или психологическими методами чтобы подавить волю людей и тогда выйти на позиции лидера и вот такие люди которые не готовы над собой работать а хотят легких результатов очень часто становятся мошенниками ну то есть а зачем работать можно пойти по легкому пути правда живете и вот соцсети за последние 10-15 лет показывают очень красивую жизнь не показывая что нужно прилагать усилия и людям которым сейчас 30-40 лет кажется что их обманули что они достойны большего к ним же должно все легко приходить это красивая жизнь где вообще мало делаешь а много получаешь получаешь красивую фигуру красивую одежду непереставаемые отпуски где-то на каких-то морях какая-то красивая еда какие-то красивые там отношения то есть это же все только вот на картинке это и вот эти люди они на этом выросли они не понимают что за этой картинкой вообще ничего нет на самом деле что везде вранье и вот сейчас развелось очень много еще мошенников которые идут на различные меры зарабатывания денег и не испытывают терзаний совести не задумываются вообще о последствиях своей вот о своих действиях и вот именно об этом я хочу сегодня поговорить и хочу предложить решение этих вопросов и мы с вами сегодня еще поработаем потестируемся то есть воздействовали ли на вас каким-то образом вы узнаете и вы сейчас обязательно пишите были ли у вас такие случаи вот я буду рассказывать как могут влиять каким образом могут влиять вот эти мошенники которые из позиции раба хотят очень быстро перейти в позицию лидера не прилагая усилий и были ли с вами вот такие ситуации или что вы знаете о каких-то вот интересных ситуациях у моего сына мошенники увели 6 миллионов но надо же наталья вот уже написала то есть вот такие огромные суммы да и вот как раз про телефонных мошенников я и хотелось вот в первую очередь сказать вот у нас красноярском крае за этот год обманули людей на 12 миллиардов рублей в красноярском крае только не в россии то есть это просто регион у руководителя медуниверситета сняли со счетов 11 миллионов рублей вот человек вроде бы образованный там не пенсионер древний руководитель а все равно попался на уловки мошенников и сейчас очень много молодых людей пишет что они попались тоже отдали свои накопления вот пожалуйста наталья пишет да что у сына забрали вообще все деньги все сбережения огромную сумму почему это происходит несколько лет назад года три наверно назад у меня в практике был такой случай а у меня была клиентка девушка 32 года у нее двое детей она из очень обеспеченной семьи вышла замуж за очень обеспеченного из очень обеспеченной семьи парня такой порядочный прям вот как сыр в масле катается у нее там ауди у нее там хорошая квартира у нее там все есть и вот она походила ко мне на сессии у нее пошли такие великолепные результаты то есть она перестала там ругаться на детей у нее там были какие-то проблемы по здоровью по-женски то есть у нее все это прошло хотя она до этого у нутрициолога там лечилась занималась спортом но вот нужно было еще психологически проработать какие-то моменты и у нее прям хорошие хорошие изменения пошли во всех направлениях и она тоже решила стать психологом она сидела в декрете и тоже решила стать психологом и мне говорит что я тоже записалась какой-то там в общем школу и буду психологом я говорю ну молодец хорошо через какое-то время нету ее она нигде не пишет в соцсетях я ее не вижу такая активная девочка маме ее пишу что а где ваша анастасия и мама мне значит там начала на меня ругаться не надо никаких психологов не лезьте к нам больше я думаю что такое случилось что вообще произошло у нас были прекрасные отношения и с мамой с этой анастасии значит оказывается она пошла учиться в школу психологии где учат гипнозу учат повально гипнозу всех подряд вот все кто с улицы пришел если раньше только люди с высшим медицинским образованием могли владеть гипнозом и получали дипломы за это и несли за это ответственность то сейчас поголовно всех обучают гипнозу потому что это модно вот эти молодые люди которые у меня спрашивали про нлп они пошли все вот в эти школы где обучают там каким-то навыкам управлять другими людьми и общем она пошла там ее обучали гипнозу сначала у них в группе как-то странно начал себя вести молодой человек и ушел больше не показывался на учебе что с ним стало неизвестно потом у этой девушки у моей клиентки то есть как будто выключился мозг вот она легла и превратилась в траву то есть лежит молодая красивая двое маленьких детей а она даже не встает смотрит не разговаривает не поднимается на вопросы не отвечает она лежала полгода в психиатрической больнице в государстве потом ее повезли какому-то профессору в москву у нее оказывается перестал вырабатываться дофамин профессор то есть я не знаю что делать с такими случаями мы никогда не сталкивались что-то в этой психологической школе ей там сделали что вот она превратилась в психически больного человека и в течение года они лечились они там искали какие-то пути решения и через год она мне позвонила и говорит юля давайте встретимся с вами день в ресторане я хочу с вами поговорить вот я пришла в себя и мы с ней встретились она рассказала как она себя чувствовала чему их там учили я посмотрела ее энергетически у нее было вообще исковеркано все все биополе вся энергетика мы пока сидели все это восстанавливали она потом через день написала что мне стало гораздо лучше то есть я наконец-то стала вот как чувствовать себя нормальным человеком и она очень долго выходила из этого состояния то есть начали давать инструменты молодежи вот этот вот гипноз непонятно какой непонятно кто обучает просто повально не несмотря на то какая физиология у человека к чему это может привести с какими-то нарушениями и так далее и вот сейчас эти мошенники вот сейчас эти товарищи которые звонят по телефону они пользуют как раз используют приемы гипноза почему люди молодые люди не пенсионеры отдают все свои сбережения или идут берут в банке деньги и отдают этим мошенникам потому что мошенники пользуются вот этим гипнозом или трансовым состоянием они присоединяются к дыханию своей жертвы они беседуют с нужной информацией с особым акцентом они используют паузы они меняют темп ритм разговора это отключает критическое мышление потерпевших на которых вот влияют эти злоумышленники и эти потерпевшие жертв вот они переводят средства берут какие-то кредиты даже совершают преступления об этом тоже написано в интернете что через вот этот гипноз через телефонный через введение в транс люди даже совершают преступления те которые им запрограммировали в головной мозг это не совсем гипноз как привыкли представлять вот эриксовский да когда человек ложится когда он там полностью теряет сознание это такое вот трансовое состояние которое вводит человека и можно управлять его мышлением его действиями и сейчас вот это используется вообще повсеместно например вот денежная пирамида финика она использовала вот эти инструменты на влияние своих топ лидеров то есть когда они собирались в зале там прям выходили специально обученные люди и начинали вот в подсознание закладывать информацию что наша компания самая лучшая что нужно рекрутировать других людей чтобы они приносили деньги или а вот этот гипноз стали использовать лет пять уже назад фармкомпании то есть я работала фармкомпаниях у нас были цикловые совещания где приезжаются все россии люди и там начинали обрабатывать прямо зомбируют сотрудников наша компания лучше наши препараты лучшие продажи должны быть огромными уходить из компании нельзя а работать нужно двадцать четыре часа в сутки и так как сейчас вот обучение гипнозу трансовым состоянием вообще повсеместно то эти методы стали использовать вот эти вот методы воздействия на людей стали использовать и психологи и эзотерики то есть не только мошенники которые звонят я не буду говорить точных имен но те вот эзотерики которые собирают большие залы устраивают шоу на своих тренингах после этих тренингов я уже лечила несколько человек то есть я уже убирала воздействие я это видела а как вам отзывается пишите то есть гипноз или трансовое состояние до владею гипнозом да но не очень его люблю больше люблю трансовое состояние и я лично использую вот при психофункциональной разблокировки пфр у меня есть метод которым я пользуюсь или я бывает во время медитации ввожу вас небольшой транс чтобы вы расслабились потому что очень многие люди не умеют расслабляться не умеют хотя бы пять минут побыть вот в состоянии знаете в таком релаксе и трансовое состояние водит человека в расслабленность тогда вы отдыхаете и тогда мы можем проработать вот эти вот программы подсознание то есть я этим пользуюсь но я это всегда говорю что сегодня мы будем работать в трансовом состоянии чтобы вы все расслабились то есть обязательно я предупреждаю об этом вот смотрите сколько много альфа ритм до трансовое состояние это альфа ритм да правильно все то есть когда головной мозг переходит в альфа ритм работы не каждый может и вот немножко в трансовое состояние чтобы человек расслабился мы вводим то есть мошенники какие-то там товарищи даже большие компании государственные или фарм компании уже пользуются вот этим гипнозом и трансовым состоянием чтобы овладеть умами людей чтобы каким-то образом на них влиять как еще могут воздействовать на людей через духовность вот ловят людей на алчности сейчас очень много молодежи пошли в духовность там поехали на бали ходят на какие-то тренинги потому что можно ничего не делать потому что можно принимать наркотики пудрить людям мозги и получать за это большие деньги и вот через этих все духовных мастеров к людям прицепляют уже энергетические чипы или привязки и тянут из людей энергию я думаю все вы слышали об энергетическом вампиризме это как раз вот это а это используют в своих целях непорядочные гуру ну который так себя позиционирует был случай в москве моя приятельница сняла дом с мужем у них хозяйка жила на бали постоянно они сняли такой хороший дом подмосковье и вдруг приехала хозяйка дома которая вообще постоянно жила на бали она приехала такая вся худая с каким-то горящим взором странно себя вела и через день они обнаружили что она шарилась в их вещах ходила по дому хотя вот дома не сняли а ну то есть раз она приехала она жила где-то там какое-то подсобное еще помещение или там летняя кухня или что-то еще то есть там поселилась не в доме и вот она там шарилась в их вещах ходила по дому в отсутствие жильцов девушка вот эта знакомая она прям очень хорошо чувствует энергию энергетику людей у нее это с детства хотя работает вообще совершенно в другой сфере не в психологии не в эзотерике и она мне позвонила и говорит посмотри пожалуйста что происходит потому что от хозяйки исходит энергетика опасности и что-то в доме поменялось вот даже муж почувствовал это что вот что-то поменялось как будто пахнет какой-то тревожность и он сказал за что хай вот это вот хозяйка хотела и зачем она лазила в наших вещах и мы начали смотреть и выяснили что вот эту хозяйку которая жила на бали подключили к каким-то структурам сил у нее совсем нет она прям уже на уровне помешательства и смерти нет энергии и она пытается через вещи вот этих молодых сильных людей провести какой-то ритуал или какие-то заговоры ну я не знаю точно и чтобы забрать силу этой молодой семьи чтобы начать качать из них энергию то есть она там попала на крючок кому-то полностью ее лишили сил и вот здесь она решила подключиться уже в москве и и таких случаев очень много когда вот ставят какую-то подключку из человека вытягивают прям энергию энергию денежную энергию молодости тоже у меня был случай как вот девчонки подружки мои на озеро ездили а рядом с ними сидели там пожилые дамы и эти дамы видимо там что-то сделали какой-то ритуал хотели забрать силу там не получилось исковеркали энергию но в общем было все очень плохо и когда смотрели в общем увидели этих теток которые там что-то делали шептали на этом озере и пытались стать молодыми и красивыми как вот мои подружки а то есть вот используют такие моменты у кого это отзывается у кого были такие случаи напишите то есть когда вот вы чувствовали что к вам как будто подключились и начали вытягивать из вас энергию что еще как мошенники могут управлять и забирать ваши ресурсы такие как деньги энергию счастья и что там ну то есть как крадники какие-то ставят и начинают вот забирать из любой сферы жизни можно забрать энергию силу успех то что у вас есть это занятие йогой как ни странно то есть вот я выделила это в отдельный пункт потому что вообще сейчас но мы йогу не считаем даже духовностью мы просто воспринимаем как но какие-то оздоравливающие практики вот как зарядку как растяжку но не как духовную систему хотя конечно многие видят йогу и пользуются ей как духовное вот развитие опознание себя и расскажу сейчас два примера вот связанных именно с йогой не знаю почему но вот через йогу начинают подключаться пишите что вы чувствуете как вам мои рассказы напишите я вас не пугаю я рассказываю истории жизни такая тишина в чате напишите что вы об этом думаете и сталкивались ли вы с такими случаями и вот по йоге первый рассказ у нас есть ученица ольга она у нас в чате даже может написать сегодня может быть что она она в лондоне жила и позвонила мне а я когда обучаю учеников на мастерском курсе я всегда говорю что девочки смотрите какому там вы учителю идете психологу к эзотерику с кем вы общаетесь обязательно сканируйте и смотрите потому что сейчас вот всяких этих темных или каких-то непонятных не а товарищей которые вот что-то от вас хотят и могут совершать какие-то ритуалы или люди непорядочные их очень много поэтому сканируйте поэтому там ставьте защиты работайте если вдруг увидели что человек с какими-то мыслями не очень хорошим и вот она пошла на йогу ну простая йога в центре лондона вел индус она там села какие-то асаны выполняла дыхательные практики и почувствовала что у нее на голове как будто вот что-то вот установилась как будто вот мороз по коже пошел и что-то вот как будто на голове что-то ей шапочку какую-то надели и она у этого индуса спрашивает а что это такое вот почему у меня такие ощущения он ей сказал я теперь уже точно не помню что подключил вас какой-то силе ну в общем к чему-то там подключил к очень хорошему к духовному там почти что к богу и после этого ей стало очень плохо ей стало настолько плохо что ее положили в больницу в больнице врачи там вот в великобритании разводили руками у нее началось носовое кровотечение которое не могли остановить и она уже мне написала и сказала что юля я прошу вас пожалуйста помогите мне потому что я умираю я вот там лежу неделю или сколько-то в больнице я когда посмотрела то есть ей поставили знаете как ну не знаю как какой-то агрегат который вот прям сосет энергию и полностью у нее забирает все силы и здоровье то есть вот она сходила на йогу мы убрали и слава богу все у нее стало хорошо второй случай вот у нас сейчас мастерский курс был я рассказывала как раз про йогу что нужно обязательно смотреть куда вы идете с кем вы работаете какие практики вы делаете то есть думаете смотрите и наша ученица говорит слушайте а я сходила на йогу вот в своем городе и стала себя плохо чувствовать мы как раз на мастерском курсе обучаемся она посмотрела мы все посмотрели посканировали а у нее прям вот такая труба подключена чтобы она вновь и вновь возвращалась в эту группу то есть люди хотят зарабатывать деньги конкуренция сейчас большая и через вот эти вот преподаватели йоги они подключили как привязку чтобы ей все время хотелось или как приворот я не знаю это чтобы ей все время хотелось приходить на эту йогу чтобы она приносила деньги но чтобы группы были наполнены видимо вот с таким с такой вот целью они вот это вот все сделали то есть пожалуйста вот она йога поэтому я выделила ее как вот отдельное какое-то направление именно там почему-то очень сильно то есть люди видимо обучаются йоге обучаются духовности и где-то или там же вот где обучаются йоге еще обучаются как ну прицеплять к себе людей какими-то вот начинают владеть техниками ну то есть какого-то вампиризма или я не знаю еще чего что они там хотят от этих людей то есть в каждом может быть центре свое какое-то желание и вот существует разного рода школы, центры чаще всего какие-то магические, эзотерические, религиозные, энергетические также вот всякого рода лжеучения которые давая какие-то инициации по священиям погружают человека и его тонкие тела в те слои и дебри где вообще производится подключка к вампирической какой-нибудь темной сущности которая забирает у человека его потенциал, здоровье, финансы, способности благо, ресурсы вот вообще вплоть до родовых на первом этапе такие откачки незаметны они особо не ощущаются но со временем ощущения начнут усиливаться и проявляются у каждого по-своему это болезни, травмы, физические боли большие финансовые потери то есть вот как черная полоса пошла я никак выйти не могу из этого апатия, лень, бездействие, сонливость серость жизни, алкоголизм худоба или ожирение срыв планов вот что, какие планы там не построю, ничего не получается болезни у родных вот как будто вот вот что-то вот сглазил или что-то такое случилось и вот чтобы защититься от мошенников которые могут вообще на разных уровнях к вам прицепляться вами управлять или управлять вашими близкими у нас есть техники работы чтобы защитить себя и сейчас это очень актуально если пять лет назад когда я начинала работать еще такого не было то сейчас, посмотрите люди стремятся к духовности люди просыпаются люди стремятся к осознанности то есть насколько больше людей стало говорить о мироздании о энергии то есть это стало не стыдно а все больше и больше людей вот этим интересуются и вот на это как раз людей и ловят на эти все желания каким-то образом расти и духовно развиваться сейчас я сейчас я включу слайды какие у нас в школе есть вот допустим инструменты для работы для очищения и для восстановления своей энергетики это у нас пространство архангела Михаила это у нас энергия покров Богородицы и это древнеславянский метод ключ целителя вот я сейчас про каждый по чуть-чуть расскажу если что-то вас зацепит или какие-то вопросы будет пишите я расскажу более подробно так что вы пишите пишите про подключение да вот мы с вами делали амулеты они могут от этих гипнотизеров и мошенников защитить да могут защитить и вот кстати многие спрашивали чем я могу помочь своим детям могу ли я сделать амулет там своему сыну своей дочери вот своему сыну или своей дочери или своим близким вы можете помочь работая в энергиях вот это да то есть если амулет мы делали только из своей собственной силы и своей энергии работая энергией вы можете прям очень сильно помочь своим близким вот хроникам Акаши Ирина пишет да через хроники Акаши можем убирать эти шнуры отлично про массажистов вот Екатерина пишет много историй слышала как они энергию забирают да вот у меня кстати не было таких случаев про массажистов вот у меня йога вот у меня мошенники вот у меня там какие-то эзотерики то есть вот таких историй я могу рассказать огромное количество они прям все очень такие насыщенные очень интересные и вот я вам хочу рассказать про каждую энергию про каждое про каждую вот нашу технику работы которой мы работаем потому что техники вообще очень сильные и они действительно помогают кого мы зовем на помощь когда нам страшно когда сердце колотится как сумасшедшие кто всегда откликается на наш призыв вот его миссия служить человечеству и защищать людей это архангел Михаил он вообще является главным архангелом и ему подчиняются все архангелы ангелы у нас есть школа пробуждения дара и вот на второй ступени мы три месяца обучаемся разговаривать с ангелами с архангелами и там нам даже передали энергию я когда этот курс создавала я сама была в таком шоке когда с нами вот нам передавали на каждый урок свою технику свою практику я там как раз об этом рассказываю нас прям вели архангелы и вот там такие чудеса происходили вот в школе пробуждения дара на второй ступени и вот архангел Михаил он как раз помогает людям защищает людей от всего черного от любого воздействия будь то гипноз трансовое состояние будь то какие-то вампирические привязки или какие-то другие подключки чипы или чем там еще пользуются какие-то вот граждане которых мы можем назвать мошенники вот пространство архангела Михаила эта техника напоминает астральное путешествие и разница заключается в том что путешествуете вы в одном направлении в свой личный уголок астрального мира туда куда приведет вас вот ваш ум ваша фантазия и многие боятся астральных путешествий потому что наслышаны об ужасов ужасах астрального мира вот мы видим там лишь то что сами придумали то что есть в нашем поле то что мы неприятное что-то там вот живет в наших фантазиях мы всегда это можем изменить и вот работая в пространстве архангела Михаила вы попадаете в такое новое пространство где вообще можно творить чудеса вот в этом пространстве я когда-то начинала работать я там работала лечила от алкоголизма людей у меня вообще прекрасно получалось я работала там девочку от каких-то психических вот на начальной стадии эти психические заболевания там скорее всего сущность была и тогда еще не умела работать в этой в этом пространстве я сама очень много получала информации защиты очищения то есть это прям вообще уникальное пространство где вы можете творить вот чудеса с собой со своими детьми с другими людьми которые допустим к вам придут за помощью или кому-то предлагать даже помощь то есть там можно много чего делать вот очищаться убирать все эти подключки потому что архангел Михаил он и создан для нас для людей чтобы нам помогать помогать человечеству и наша с вами задача обращаться к нему как можно чаще за помощью и вот пространство которое вы там создадите я там обучаю работать как правильно делать что правильно говорить то есть остается с вами навсегда и вы можете всегда им воспользоваться когда вот наступили какие-то тяжелые времена когда вы поговорили с каким-то сложным человеком когда вам нужно ну например наладить там с кем-то отношения то есть в там вот много-много техник работы я даю и рассказываю как с этим работать второй у нас вторая техника работы вот с которой вы можете работать защититься уберечь себя от любых каких-то ужасных событий это энергия Пресвятой Богородицы это покров Богородицы это прям вот вам дают покрывало вы этой энергии накрываете себя накрываете ситуацию и вот этот покров Богородицы эта энергия спасла огромное количество людей на СВО прям происходили чудеса об этом писали вот каким образом все происходило и как вот эта энергия спасла людей этой энергией пользуется у меня очень высокого ранга бизнесмен он ставит ежедневно эту энергию у него там несколько заводов и были заводы на границе с Украиной сейчас есть то есть он прям пользуется этой энергией на безопасность себя на безопасность завода а этой энергией пользуются там люди которые хотят уберечь своих детей вот ваши детей обижают в школе ваши дети поехали куда-то учиться ваши дети пошли вот на какое-то собеседование ваши дети поехали по трассе и вы за них переживаете покров Богородицы всегда убережет чтобы было все наилучшим образом чтобы встречались только хорошие люди то есть это прям уникальная энергия вот Пресвятая Богородица это наша заступница перед Богом и вот благодатный покров ее молитвы защищает нас от зла и напасти то есть вот чтобы никаких мошенников не было чтобы вот убрать все эти привязки чтобы убрать всех этих сущностей которые там прицепляются возможно на какие-то ваши эмоции возможно на какие-то ваши программы то есть ну вот программа жертвенности как я вначале сказала что не хочу жить для себя хочу жить для других отдавать свою силу энергию там деньги счастье счастье своих детей вот в ущерб себе вот другим людям вот она жертвенность да эти программы и вот как раз вы притягиваете к себе вот этих мошенников которые ну говорят так вот она сама хочет мы можем брать энергии сколько захотим так вот она сама хочет она отдает свою жизнь на и вот Богородица как раз защищает когда вы сами какими-то своими программами притягиваете вот этот негатив в свою жизнь то есть покрывает вас ваших детей ваших близких и спасает вот от всего что может быть как от пули так и от каких-то неприятных ситуаций с другими людьми так каких-то неприятных ситуациях на дороге и так далее и тому подобное то есть вообще большая великолепная энергия которой можно пользоваться вот прям в разных-разных направлениях и третье это ключ целителя вот ключ целителя это древнеславянская техника я рассказывала как-то что гиперборея это наши прапрапрародители потому что гиперборея развалилась и вот уходили гипербореи со своих земель и они распределились по всему миру и очень много осталось на территории нашей вот России и они начали передавать знания они начали обучать людей которые были в таком полудиком состоянии то есть дикие племена бегали там по территории которая сейчас называется Россией и они начали обучать почему славяне у них такие какие-то свои обряды именно от славян в Индию пошла вот эта религия и многие знания откуда у славян вот эти вот глубокие знания техники работы это как раз вот эти гипербореи передавали обучали и вот ключ целителя это одна из этих древнеславянских или гиперборейских техник работы вот человек состоит из трех параметров дух душа и тело когда человек занимается всеми тремя составляющими это является целительством и вы можете вообще все изменить это молитва ключ целителя это молитва которая если правильно ее составить то она может вот исцелить любую ситуацию она связывает вас с богом с миром это активатор божественной энергии и вы вот молитва состоит из трех блоков я обучаю и вы можете работать по любви к себе по отношениям по защите по родовым проклятиям чистить помещение чистить и восстанавливать материальный свой план то есть финансы деньги имущество роскошь и так далее работа с болезнями дистанционная работа с человеком другим то есть ключом целителя можно работать с другим человеком это прям сильная техника практика работы есть ли у вас какие-то вопросы мы сейчас с вами потестируемся есть ли у вас какие-то подключки напишите что вы что там у вас рождается какие вопросы тема у нас сегодня прям на самом деле интересная то есть вот у нас есть три энергетических инструмента для очищения и защиты вы можете воспользоваться любым или пользоваться всеми тремя я об этом рассказала если у вас какие-то вопросы и мы с вами переходим к тестированию посмотрим что есть у вас какие привязки чипы или что-то еще есть ли у вас написала там ну вот по максимуму может быть еще что-то есть ну пыталась учесть все поставьте там плюсики или напишите что вам все понятно непонятно как вам моя информация и переходим к практике с вами спасибо за сердечко спасибо за сердечко все понятно отлично спасибо оксана за поддержку меня я так стараюсь кашляю здесь все попили воды поставьте плюсики что вы готовы работать и мы с вами идем тестироваться клуб клуб у нас закрывается то есть в клубе я точно дать не могу потому что октябрь у нас последний месяц вот да напишите кто кстати пользуется вот пользуюсь пространством архангела Михаила брата лечила говорит что прекрасно себя чувствует я очень этому рада отлично отлично то есть у меня прям много много случаев я тоже вот в пространстве архангела Михаила кого лечила прям были удивительные случаи вот я говорю что даже исцеление от алкоголизма там папа у нашей девушки он у нашей коллеги сильно выпивала у него с сердцем было плохо ему нужно было ехать в больницу и ну то есть она говорит а его не примут вот он пьет и пьет я говорю ну давай я попробую и вот я его помещала в пространство его фантом помещала в пространство архангела Михаила и она мне звонит и говорит Юля что ты сделала он варит суп он водится с внучкой он стал такой дед хороший он перестал пить уже там десять дней вообще в рот не берет алкоголя то есть и его полечили свозили в больницу и даже куда-то положили госпитализировали полечили ему сердце да вот Антонина как раз у нее все техники есть молодец да пользуюсь техниками архангела Михаила и Рафаила отлично отлично да у нас прям очень сильная вот есть школа пробуждения Дара где мы работаем с архангелами тоже на это обратите внимание и так давайте тестироваться попили воды спасибо за обратную связь а то я одна говорю а вы молчите и слушайте меня а вдруг у вас тоже есть что сказать мне вот пользуюсь покров богородицы каждый день ставлю на себя и своих близких дела идут как по маслу спасибо любовь большую всеми пользуюсь очень эффективно все работает друзья спасибо все супер пользуюсь всеми практиками советую всем брать тоже тоже пользовалась пространством архангела Михаила племяннику помогала давайте с вами мы протестируемся и так вставайте ноги параллельно руки по швам начинаем с вами смотреть есть ли у вас какие-то подключки какие-то на вас воздействия сейчас мы все про вас узнаем вставайте ноги параллельно руки по швам глаза обязательно закрыть делаем глубокий вдох и глубокий выдох еще раз глубокий вдох и на выдохе расслабьте плечи руки лицо шею голову расслабляйтесь максимально скажите вслух или про себя это мое да и смотрим куда клонит тело скажите вслух или про себя это мое нет и смотрим, куда клонит тело. Работаем быстро, потому что тестироваться нам много. Это мое да, это мое нет. Куда клонит тело? Вперед или назад. И так будет тело с вами разговаривать. Да, есть такая программа. Или нет, нет такой программы. И тестируем по 3-4 программы. Я буду говорить, когда открывать глаза. Итак, у меня есть энергетические привязки, которые против моей воли забирают мою энергию. У меня есть энергетические привязки, которые против моей воли забирают мою энергию. И смотрите, на да или на нет клонит тело. Есть ли такие энергетические привязки? Да, нет. Второе. У меня есть подключки, которые против моей воли забирают мою энергию. У меня есть подключки, которые против моей воли забирают мою энергию. Да или нет? Следующее. У меня есть подключки, у меня есть вампирические подключки, которые против моей воли забирают мою энергию. У меня есть вампирические подключки, которые против моей воли забирают мою энергию. Да или нет? Открывайте глаза, запишите себе, что там у вас есть. Такие, видите, длинные у нас фразы, ну, потому что вот, которые против моей воли там что-то забирают. Значит, первое, у меня есть энергетические привязки, которые против моей воли забирают мою энергию. Второе, у меня есть подключки, которые против моей воли забирают мою энергию. И третье, у меня есть вампирические подключки, которые против моей воли забирают мою энергию. То есть вампирические или просто подключки, или энергетические привязки. Запишите там, что есть, и давайте дальше тестируемся. Встаем, ноги параллельно, руки по швам, глаза закрыты. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Вдох, еще раз глубокий вдох. И на выдохе расслабьте плечи, руки, лицо, шею, голову, максимально расслабляйтесь. Скажите вслух или про себя, это мое да, и смотрим, куда клонит тело. Скажите вслух или про себя, это мое нет, и смотрим, куда клонит тело. Так тело будет с вами разговаривать, да или нет. Глаза не открываем. Тестируем три или четыре программы. У меня есть подключки, которые управляют моим поведением. У меня есть подключки, которые управляют моим поведением. Следующее. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мое поведение. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мое поведение. Да или нет. Следующее. У меня есть энергетические каналы, через которые управляют моими мыслями. У меня есть энергетические каналы, через которые управляют моими мыслями. Открывайте глаза. Давайте запишем. Так, значит, у меня есть подключки, которые управляют моим поведением. Да или нет. Второе. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мое поведение. Третье. У меня есть энергетические каналы, через которые управляют моими мыслями. Что у вас получилось? И сейчас у нас будет чувствами. Забирают мою энергию, контролируют мое сознание, контролируют мои финансы. За раз сейчас вот их протестируем, эти программы. Все, нет, отлично. У кого все нет? Это же отлично. Приотлично. Вот у кого-то есть вампирические привязки, подключки. Да, у кого-то есть вот энергетические каналы, которые управляют поведением. Давайте дальше. Встаем, ноги параллельно, руки по швам, глаза закрыты. Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох. Еще раз глубокий вдох. Да, в школе все проработали. Мы молодцы. Глубокий вдох. И на выдохе расслабьте плечи, руки, лицо, шею, голову. Максимально расслабляйтесь. Скажите вслух или про себя. Это мое да, это мое нет. Да, конечно, на свидания ходят одни и те же. Я уже всех знаю по фамилиям Ирина. Конечно, уже все проработали. Мы с вами работаем и работаем. На всех свиданиях, на всех клубах. Вы большие молодцы. Это мое да, это мое нет. И тестируем дальше. У меня есть энергетические каналы, через которые управляют моими чувствами. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют, через которые управляют моими чувствами. У меня есть энергетические каналы, через которые забирают мою энергию. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мое сознание. Да или нет? У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мое сознание. Да или нет? И последнее. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мои финансы. У меня есть энергетические каналы, через которые контролируют мои финансы. Да или нет? Открывайте глаза. Мы протестировали. Значит, у меня есть энергетические каналы, через которые там управляют моими чувствами, забирают мою энергию, контролируют мое сознание, контролируют мои финансы. Можете записать, что там у вас получилось. То есть вот такая вот история. Кто будет смотреть записи, обязательно напишите, что у вас было, есть ли у вас что-то. Угу. Какие-то программы. Поэтому, друзья, вот очень много сейчас воздействий разного рода. С ними мы работаем. У нас есть техники работы, поэтому обратите на них внимание. Если про какие-то хочется техники узнать больше, напишите. Я прям сделаю небольшой вебинарчик, где мы вот это вот все с вами обсудим. О, да, да, Оксана есть, ага, Людмила есть, какие-то программы. Ну, то есть есть какие-то подключки. Угу. Ничего нет. У мастеров, конечно, ничего нет. Мы-то уж все проработали. Сергей, молодец. Кто смотрит записи, тоже обязательно напишите. Что-то у меня много программ. Создание, деньги, сознание. Сознание, наверное, деньги. Кто-то подключился, Наталья, там и сознание, и деньги, ну, в общем, какое-то есть энергетическое воздействие. Надо смотреть и убирать его обязательно. Это воздействие. Если у вас какие-то вопросы, пишите. Начинайте пользоваться техниками и практиками. Они самые нужные в вашей жизни. Потому что у наших учеников, кто давно учится, уже они все есть. И все вот этими техниками работают. Поэтому вот такие хорошие результаты. И на нас никто не имеет права напасть. И мы можем от всего очиститься. И можем защитить себя и своих детей, и своих родственников. От любого рода мошенников. Потому что, ну, вот есть инструменты. У тех есть свои инструменты. У нас есть свои инструменты для защиты и для восстановления поля. Для восстановления там сознания. И для того, чтобы идти дальше по нашему духовному развитию. Финансы контролируют. Финансы. То есть финансы. Посмотрите, как много. Если бы я знала, я бы еще что-нибудь про финансы написала. Да, разберитесь, кто там на вас нападает и кто контролирует ваши финансы. Это важно. Все, друзья, жду от вас вопросы в чате. Какие-то пожелания. Обязательно пишите. Рада была сегодня с вами встретиться. Можете писать, о чем вы хотите в следующее наше свидание. Готовы выполнять ваши пожелания. Всем пока. Хорошего настроения. Хорошей энергии. И хорошего квантового перехода, который сейчас идет везде повсеместно, по всей Земле. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok